МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Год в новых стенах. Обновленный стационар детской больницы принимает 4000 пациентов в год, что изменилось после масштабной реконструкции. Мнение медиков и пациентов. Очень хорошие условия для того, чтобы проходить здесь лечение. Альметьевские пенсионеры сами построили парк в родном селе. Теперь это основная площадка для занятия спортом. Раньше даже до посадки не мог подняться. Я сейчас два раза прохожу. День рыбака на берегу и с любимой удочкой. Накануне профессионального праздника любители ловли делятся секретами успешной рыбалки. С обыкновенными удочками из орешника. Это основные темы выпуска в студии Татьяны Леонтьевы. Здравствуйте. День рыбака. Ежегодно стационар Альметьевской детской больницы принимает 4000 детей со всего юго-востока республики. В 2019 году здесь прошла масштабная реконструкция. На нее из бюджета республики выделили более 400 тысяч рублей. В новых стенах медики работают уже год. О том, как изменилась работа стационара, расскажем в сюжете. Здание педиатрического стационара в Альметьевске было построено более 45 лет назад. А в 2019 году детская больница обрела новую жизнь. Здесь прошел масштабный капитальный ремонт. Отремонтированные здания оснастили новой мебелью, техникой и медицинским оборудованием. На ремонтные работы из республиканского бюджета было выделено более 400 тысяч рублей. Больница нуждалась давно в таком ремонте. И детскому здравоохранению оказывается в последнее время очень большое значение. И по программе президентским программам, и по программе республиканской. Вот этот стационар, как такой красивый, мы заселились в прошлом году после капитального ремонта. В том числе был построен на республиканские деньги. Ежегодно стационар обслуживает более 4 тысяч детей. Помощь здесь оказывается круглосуточна. В стационаре работают три лечебных отделения. Больница рассчитана на 100 мест. 65 из них находятся в педиатрическом отделении. Сейчас в штате стационара сотни сотрудников. В прошлом году на работу из разных регионов России сюда приехали более 20 молодых специалистов. Условия у меня замечательные. Администрация мне помогла в трудоустройстве с обучением, с привыканием к рабочему своему месту. Была большая поддержка. Сразу же попал я по программу гаранта и получил собственное жилье. На первом этаже стационара расположено приемно-диагностическое отделение, которое включает в себя противошоковую палату, а также изоляционный бокс. Здесь же имеется рентгеновский кабинет. Ежегодно в нем проводят свыше 15 тысяч исследований. Имеется вертикальная стойка для детей грудного возраста. Чтобы звуки включились красивые и правильные, то мы его снимаем в декарном положении. Там, что отказывают. Есть кабинет эндоскопии и ультразвуковой диагностики. Современное оборудование позволяет обследовать даже самых маленьких детей, чей возраст исчисляется всего несколькими днями. Очень хорошие условия для того, чтобы проходить здесь лечение. Поэтому спасибо руководству города, которые смогли нам дать такую больницу. Потому что здесь сейчас, конечно, другие условия и другие возможности для лечения и обследования больных. В этом строго убеждены и сами мамы, которые вместе со своими детьми находятся в отделении патологии для новорожденных. Это первое в Татарстане специализированное отделение для выхаживания новорожденных и недоношенных. Отделение обслуживает 8 районов республики. Здесь оказывают плановую и экстренную медицинскую помощь малышам с рождения и до 28 дней. Оно рассчитано на 25 коек. Условия здесь просто шикарные, как в санатории. За мамочками тоже уход проявляется. Персонал очень даже вежливый. За ребенком хорошо следят. Есть в больнице и отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Оно рассчитано на 10 коек. Сюда привозят пациентов из четырех районов Татарстана. Всех детей, родившихся в тяжелом состоянии из других районов, мы берем на себя. У нас есть реанимобиль, кювес транспортный. Реаниматологи выезжают, забирают этого ребенка и здесь уже долечивают. В этом году в Альметьевске также планируется завершение строительства хирургического корпуса. Его открытие ожидают в третьем квартале. По словам специалистов, это откроет новые возможности для лечения хирургических заболеваний у детей. Ангелина Хабибулина, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ Три месяца исправительных работ за полтора литра пива. Альметьевская городская прокуратура поддержала обвинения в отношении 48-летней продавщицы. Женщина продала алкоголь несовершеннолетней. Подробности далее. Судом установлено, что продавец магазина «Пиво даром» в марте 2020 года продала несовершеннолетней покупательнице бутылку пива емкостью полтора литра. Действие продавщицы подпадает под статью 151.1 Уголовного кодекса, что означает неоднократную продажу спиртного несовершеннолетнему. Если при первом нарушении продавца наказали штрафом в 31 тысячу рублей, то в этот раз штраф куда крупнее. Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. Если это деяние совершено неоднократно в виде штрафа в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей. Более того, материальным взысканием дело не закончилось. Продавцу также назначили исправительные работы. Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на три месяца с удержанием 10% дохода государства. Татьяна Леонтьева, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. Два года назад пустырь Пороший-Бурьяном, сегодня зона отдыха и занятия спортом. Жители села Тихоновка сами обустроили общественное пространство, которое назвали «Аллея здоровья». Парк стал основной площадкой для занятия скандинавской ходьбой. Пешеходный маршрут достигает полутора километров. Туда и сюда полтора, полтора, будет три и до дома еще полтора, четыре с половиной оказывается получается. А вообще как для вас? Много, мало этого? Нет, можно еще побольше ходить. Летнее время работы много дома. Полуторакилометровый пешеходный маршрут, или как называют его тихоновцы, «Аллея здоровья» появилась благодаря местным пенсионерам Равгату Хазипову и Анвару Зиганшину. В тени деревьев заниматься ходьбой как спортом или просто гулять намного приятнее. Идея огородить пространство появилась еще с тех времен, когда здесь был поросший бурьяном пустырь. Мы тут аллею вычистили, тут клен рос, вырубили, вычистили, раскорчевали. Целый месяц мы тут работали. Потом народ просто ходил по улице, по деревне ходил. Потом уже сюда стали ходить. Вот в течение двух лет они все сюда ходят. Здесь есть все необходимое для прогулок и занятий спортом. В конце тропы небольшая спортивная площадка со скамьей и турником. В начале скамейки для уютных посиделок. Есть даже свой паблик-арт, стенды которой заполнялись рисунками детей. И эта точка притяжения сельчан притягивает даже мактаминцев. А им для этого нужно проделать путь в почти 4 километра. Круглый год даже соседняя поселка Нижний Мактама приходит. Много жителей, муж с женой приходят, одиночки с детьми приходят. И мы общаемся в этой тропинке, разговариваем между собой. Мы раньше не знакомые люди, мы общаться начали, познакомились. Людей объединило не только место, но и общие интересы. Главное среди всех желание поддерживать себя в форме. Инициаторы останавливаться не собираются. Задумок еще много. Особенно, когда твое начинание готовы поддержать. Здесь еще мы планируем здесь беседку поставить. Один предприниматель взялся сделать здесь беседку. То есть во время дождя можно прийти, сидеть. Импровизированный сквер со скамейками, клумбой и спортивной площадкой у односельчан востребован. Совместное времяпровождение помогает. Нам охота сюда прибегать каждый день. Если я сюда не приду, я волею. Мне надо обязательно сходить, пройти. Рафгат Абин увидит. Если я его не увижу, я ему звоню. Не знаю, жена ревнует, не ревнует. Знаете, у него такая привычка еще есть. Он каждый раз что-то новое придумывает. Первый год он сделал дорогу. Второй год сделал скамейки. Третий год цветы посадил. Так что мы еще от него ждем. Еще какие-то интересные задумки. Пока сельчане ждут новых проектов, Рафгат Хазипов уже готовится благоустроить футбольное поле. Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. В это воскресенье в России отметят День рыбака. Любители рыбной ловли из Альметьевска поделились секретами удачной рыбалки в честь предстоящего праздника. Семья Черновых забрасывает вместе удочки уже около 45 лет. О том, почему жена пристрастилась к хобби мужа и как пара отметит праздник, смотрите в сюжете. Это забиваю кормушкой специальной кашей. Кашу для наживки Геннадий Чернов готовит сам. Магазинам не доверяет. В нее добавляют червей и опарышей. Получается рыболовный бутерброд. Но это не значит, что эта же наживка подойдет в следующий раз. Нет и идеального места для рыбалки. Все приходит с опытом. Приходит местный житель с обыкновенными удочками из орешника. Одного карпа вытащил, второго карпа подходим. На что ловишь? Он говорит, я ловлю на червя. И тот же мужчина, который вчера ловил на эти каши, у него нет ни одной поклевки. Рыба очень капризная. Геннадий рыбачит с детства около 60 лет. У его жены Марии Черновой стаж немного меньше, около 45 лет. Столько времени они женаты. Супруга постепенно сама втянулась в хобби мужа. У нас общие интересы. Не только в рыбалке, и вообще в садоводстве. И также в любое хозяйство. Мы только все вместе. Всегда. И наш девиз быть вместе до конца. Поэтому в рыбалке, естественно, это же отдых. Активный отдых. Около 45 лет семье Черновых ловит рыбу вместе. Супруги не считают себя профессионалами. Говорят, что просто любители. И если количество удочек можно определить, около 30, то пойманную рыбу не сосчитать. Любую рыбу мы, которую поймаем, нам потому что много не надо. Мы раздаем корме всех своих соседей. Будет улов или нет, зависит от удачи, говорит семья рыбаков. А терпение – одно из качеств, которым должен обладать рыболов. И как только начинается клев, просыпается азарт. Сазана, допустим, я тянула как-то в том году. Ну вот, подтянула уже к лодке, все, уже, все. И он ушел у меня. Килограмм на 3-4 сазана шел. Это его победа, а не моя. Это, естественно, кто кого. День у рыбаков начинается примерно в 3 утра. В это время они должны быть на водоеме. До 7-8 утра продлится рыбалка. После уже клев не пойдет. Предстоящий праздник – День рыбака – Черновы отметят на водоеме за любимым делом. Хочу поздравить всех рыболов России. Праздник рыболов в этом году приходится на воскресенье, 2-е воскресенье июля. Чтобы больше ловили рыбы и больше обращали внимание на экологию. Я рекомендую молодежи заниматься таким спортом. Ну, это как спорт или как хобби. И приобщать детей, все-таки какое-то будет разнообразие в жизни. Лиса Навзалова, Тимур Туманов, Альмедиск ТВ. В июле продолжится серия бесплатных экскурсий по городу в рамках проекта «Сказки о золотых яблоках». 12 июля экскурсовод Лилия Симонова проведет вечернюю экскурсию и покажет новые объекты. Лазерную медиаинсталляцию «Нокта» и световую скульптуру «Солнечный факел». 19 июля Алсу Амирова проведет экскурсию на татарском языке по первому поселку. Покажет работы, которые появились в прошлом году и расскажет о том, как велась работа над созданием «Уралов». 26 июля Наталья Кислицына расскажет про объекты 2019 года, в том числе «Розово-цветочная», «Нокта» и «Солнечный факел». В составе экскурсионной группы может быть не более четырех человек. Регистрация на экскурсии в социальных сетях проекта. Также запланирована серия прямых эфиров в Инстаграм. Каждую субботу в 17.00 вилогиды проекта и участники молодежной программы Пушкинского музея будут говорить о классическом искусстве и паблик-арте. А теперь информация о погоде на предстоящие сутки. 11 июля в Альметьевске будет солнечно, преимущественно без осадков. Ветер северный порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 22 градуса, днем плюс 29. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте. Там мы размещаем полные выпуски передач, отдельные сюжеты, оперативную информацию и полезные материалы. Связаться с нами удобно через мессенджер WhatsApp, а также страницы в соцсетях. Там же теперь можно смотреть наши новости в прямом эфире. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова